Благодаря деятельности просветителей святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия была создана славянская азбука, а также были переведены богослужебные книги с греческого на славянский язык. Спустя сотни лет появилась и стала развиваться великая русская литература, которая оказала огромное влияние на формирование нашей культуры. Крестный ход от Свято-Успенского храма до театральной площади, в котором приняли участие священнослужители, прихожане, представители исполнительной и законодательной властей, учащиеся студенты, казаки, активные общественники, стал уже доброй традицией. По зову сердца славянцы принимают участие в нем, чтобы еще раз отдать должное жизненному подвигу просветителей Кирилла и Мефодия. Песня «Победа и Слава Божия! Победа и Живку Его! Возвещает вечь!» Песня «Победа и Слава Божия! Победа и Живку Его! Возвещает вечь!» Петрофан благочинной церкви Славянского округа обратился к собравшимся. Все мы должны с вами помнить и знать, что язык является основополагающим критерием не только для общения, но и для развития любой цивилизации. Так и промыслом Божьим случилось, что эти великие равнопостальные мужи привнесли в наше Отечество и во все славянские страны письменность, из которой родилась вся славянская православная культура. Более тысячелетия она развивалась на основе православной веры и тех устоев, которые заповедали эти равнопостальные мужи славянским народом. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сказал, что День славянской письменности и культуры – это церковно-гражданский праздник, когда мы вспоминаем общие корни славянских культур. Это праздник, который является свидетельством духовного родства и близости национальных традиций славян. Более 30 лет он широко отмечается в России, помогает нам больше узнать о своей истории, культуре и, конечно, познакомиться с жизнью братских народов. На Кубани и в Славянском районе немало делается для сохранения культурных традиций и обычаев славян. Сотни школьников, кроме привычных предметов, с удовольствием изучают старославянскую азбуку и литературу. Наши замечательные мастера прикладного творчества стадуют картины и поделки в старославянском стиле. Батюшки окропили святой водой собравшихся людей. Славянские артисты исполнили песни, многие из которых давно уже стали популярными и любимыми в народе. Сотни лет, и день и ночь вращаются, карусель земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги свои. На театральной площади работала выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Для всех, кто принял участие в праздновании, оно стало ярким и запоминающимся событием. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.